Артисты Оркестр их военно-полевой Пусть погуляет ветер в голове Пока ты целый, трезвый и живой Пусть погуляет ветер в голове Пока еще ты целый и живой А впереди неведомая даль В которой растворится моя жизнь Тридцать четверки главная деталь Танкиста закопченый организм Тридцать четверки главная деталь Танкиста закопченый организм А если уж не обойтись без слов Давайте скажем правду о войне Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней И машут свет зелёные вершины, и на реке качается вода. Да ты не трусь, железная машина, тебя в обиду экипаж не даст. Да ты не трусь, железная машина, тебя в обиду экипаж не даст. Курская битва. Броня крепка, и танки словно ветра идут. Ну а Курская битва, вы знаете, да, специально немцы сделали новые танки. Тигр пробивал Т-34-76 в лоб в состоянии 4 километра насквозь. Пантера пробивала в состоянии 2-2 километра примерно, потому что очень длинная пушка, мощная. Т-34-76 воевали на Курской дуде, они пробивали Тигр, в борт вообще не пробивали. Пантеру пробивали в состоянии 400 метров. Ну и вот эта замечательная Прохоровская битва, это когда на одну дивизию, на три дивизии немцев, вышла наша 5-я гвардейская танковая армия, 366 машин, которые составом были из бригад Т-34-76 и танков Т-70, 45-мм пушки. Броня крепка, и танки словно ветра, и старшина навил нам души. Таневец бьет нас в лоб с двух километров, а нам его лишь матом в лоб прожить. И новой краской зеленеют танки, комбат-аборт за Сталина несет. Вот только жаль от вражеской болванки, нас никакая надпись не спасет. Вы взглядом нас, ребята, проводите, чтоб рычаги давил на все на сто. Непритый черт, механик наш, водитель, наш бог-отец, бог-сын и дух святой. И чтоб наводчик дьяволу по глазу, давил быстрей свои маховики. И по машинам вражеским не мазал, всем героизмом нашим вопреки. Из атаки выйти незадетым, а немца, коль не задрожит рука. Коль попадет, так чтобы рикошетом, а коль пробьет, так сразу, чтоб в БК. Ну вот и все, за грохотали траки, и лесокрай окутался огнем. А тот, кто будет жив после отдати, пусть остальных из кружки поменет. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты своей отчизны. Верные сыны, верные сыны, верные сыны. Заводи, пошла танковая атака. Отец моего друга воевал в бригаде прорыва, танки КВ. Вот он рассказывал, 48 машин, значит, полоса наступления 6 километров. Надо было проехать 5 километров туда, к немцам. Выйти на западную окраину села. 20-го часа подготовка, и вперед. Медное поле, там какие-то проходы проделали, то ли их проделали, то ли их не проделали. В общем, на западную окраину села выехало две машины всего. Одна машина от самого друга, вторая машина. У нее снарядом перерубило ствол. То есть она могла ездить, но стрелять она, к сожалению, не могла. Танковая атака. Красная ракета и до пола газ. Мы не видим света, свет не видит нас. В триплексах летает небо и стерня. Ну давай, родная, вывози меня. А в прицеле скачет прямо над стволом. Ближняя задача. Роща за селом. Нам проехать шутка. Полторы версты. Только в промежутке. На броне кресты. Кто второй, кто первый. Все не для меня. Ты снаряд, пантеры. Выдержи броня. Пусть поможет либо дьявол, либо бог. Чтоб под их калибры. Не поставить бог несет нам в лица. Ветер встречный. Калибры вражеских стволов. Мы будем жить легко и вечно. Нам только в это взять село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол. Ну давай, ребята, загаси его. Все равно, как огонь, я там в прицеле зверь. Выстрел броневойный разберет теперь. Хруст немецкой пушки. Содранных костей. Цифры на вертушке. Счетчик скоростей. Ты давай, зараза, в рычаги играй. Только ногу с газа. Брат не убирай. Мы ударения пора ставим. А скорость смотри разберет. И тридцать тонн уральской стали Летит вперед, летит вперед. Трастеры снарядов, огненный клубок. Вот кому-то рядом залепили в бок. Полыхнула разом в небеса свеча. Мы за вас, ребята, ввалили сейчас. Тишина запела. Свонами в ушах. Но еще летела. На броне душа. На небе гуаши. Господа купе. Вся бригада наша. Пять машин теперь. А когда затихли. Взрывы и стрельба. И горела тихо. Ближняя изба. А над черной сушью. Выжжены травы. Тихо плыли души. Мертвых и живых. А в облаках цветут гуаши. А над рекой полос коржи. И это поле снова наше. И мы с тобой смогли дожить. И это поле злом наше. И мы с тобой смогли дожить. Ну а танкисты жили очень хорошо. У них наступление. Спали они часа по два в сутки. Потому что им надо было машину обслужить. Зарядить ее. Заправить. 98 снарядов. Вытащить из ящиков. Очистить масло. Вот. Снарядов. Патронов кучу. Значит забить в диски. И залить горючее. Горючее заливали очень просто. Привозили почку. Солятки. Сбрасывали ее. У них было ведро брезентовое. Вот. Лейка. И шелковый платочек. Командиру танков давался. Чтобы солятку эту процеживать. Потому что сами знаете. Где делалось. И в каких условиях. Вот. И вот один держал зимой этот платочек. Звоим точнее держали. А второй лил из ядра солят. Заливали в бакер. Вот. Ну и вот. Ну собственно. То есть я когда читал эти книги. Я понял что ничего у нас не меняется. Как вы воевали всю жизнь. Вот. В таких условиях. Вот. И в общем-то за счет личного героизма. Выполняли боевые задачи. Не выполнили. Несовестимые с человеческой жизнью. Да Николаевич. Так оно все до сих пор и продолжается. Сейчас в армии конечно хорошо. Сейчас там тетки. Значит. Моют полы. Аутсорсинг это называется. Бублики там. Чопы их охраняют. Ну ладно. Что из этого получится никто не знает конечно. А песня называет следующее тоже. Просвещается всем русским людям. Которые воевали везде. Обед называется песня. Просвещается полковнику Мухину. Который служил в Кубинке. Имел рост 158 сантиметров. Водил на показах танк ИС-3. У танка ИС-3 усиленное рычаги было 130 килограммов. А боевое отделение не позволяло людей выше 160 сантиметров туда запихивать. Потому что это величие русской танковой мысли. Оно сделало это бронерное чудовище вот такого размера. Полковник. Лучший механик-воитель это Натарин. Полковник, да. Серьезно я говорю. Его мы не знаем то же самое. Ребята мощно, но не здоров. Его не надо. Да, кстати. Белый Тигр тоже. А лучше взводник как он. Посмотрите если. Там заряжающий. У них был Якут. На которого пороховые газы не действовали. То есть ему пофиг было за газовное боевое отделение. Мы вышли из боя и сели за стол. Пора наступила, обеды. Из фляжки зеленой налили по 100 за общую нашу победу. Из фляжки зеленой налили по 100 за общую нашу победу. А первый поднялся радист наш стрелок. Броня говорит это хладные в танке. Давай за броню нашу выпьем, браток. Чтоб все отразило болванки. Вторым стал намочек. Легростый герой. Рязанский парнишка Василий. За пушку свою нам нальел по второй. А нахрен наша главная сила. Нелегкое дело с фашистом война. Но все же друзья как хотите. Без дизеля чудики. Там кухона. Налил нам Петрович водителя. А наш командир все сидел и молчал. Внимая минутам покоя. И только по кружке тихонько стучал. Своей обожженной рукой. И только по кружке тихонько стучал. Своей обожженной рукой. И глядя куда-то в туманную даль. Овлупил заключительный выстрел. Давайте за главную танкодеталь. За наших советских танкистов. Давайте за главную танкодеталь. За наших советских танкистов. По полной за главную танкодеталь. За наших советских танкистов.